Что такое советская власть? В чем заключается душность этой новой власти? Мысли смешались, голову мнут. Кровь виски клокочет в Вене. Вчера в 6 часов 50 минут Скончался товарищ Ленин. Эти строки Маяковский написал в день похорон. В траурные дни января 1924 года в газетах заголовки «Обнажите головы перед гробом великого вождя рабочего класса. Завтра надо жить, сегодня горе. Ленина нет». Ленин живет в душе каждого члена партии. В каждый член нашей партии есть частичка Ленина. С новостями о самочувствии Владимира Ильича страна давно привыкла просыпаться и засыпать. Светила науки из РСФСР, Германии и Швеции. Их общие попытки спасти вождя ежедневно фиксировались. Тот документ так и назвали дневник врачей В.И. Ульянова. Но даже он не дает четкого ответа на вопрос, который существует уже сто лет. Так отчего умер, товарищ Ленин? Речи нет. Температура 37,3. Были врачи Меньковский и Ферстер. Пульс 108. Почти полная моторная афазия. Говорит только Ма и Анна. Очень ясная сенсорная афазия. Дневник врачей Ульянова. Это 410 страниц. История болезни главного пациента страны в самый критический период. С 22 мая 1922 года по день его смерти 21 января 1924. У Владимира Ильича стерторозное шумное дыхание. Его частота 36 в минуту. Началось скрипение зубами. Было несколько приступов рвоты. В 18.30 появилась слюна, окрашенная кровью. Статус летали в 18.50 установлен профессорами Ферстером, Осиповым и Елистратовым. Документ хранится в российском государственном архиве под грифом с ограниченным доступом. Врачебная тайна. Срок действия 75 лет. Еще на четверть века запрет потом продлили по просьбе племянницы Владимира Ильича Ольги Ульяновой. Получить документ на руки можно лишь по исключительной причине. Например, для научной работы. На сегодня из живущих врачей я единственный, кто видел этот документ. Есть лист вложения. Вот моя там подпись первая. Валерий Новосюлов изучению болезни и смерти Ленина посвятил последние 30 лет. Он нейрофизиолог и геронтолог. Изучает процессы старения мозга. В 2020-м написал книгу с выдержками из дневников врачей Владимира Ильича Ольганова. И мне кажется, эта работа поставила окончательно точку. Отчего умер Ленин. Ленин умер от нейросифилиса. По словам исследователя, именно от нейросифилиса и лечили Ленина. И больше ни от чего. В те времена любой психоз и паралич вызывал подозрение на болезнь Льюиса. Так называли сифилис. Он передается не только половым путем, но и при бытовом контакте. Болели мучительно и долго. Иногда десятками лет, не зная диагноза и обстоятельств заражения. Это была настоящая эпидемия. Пенициллины запретут только в 1928-м. А пока коварная трепанема мучит жертву десятками лет. Поражая кости, хрящи кожу, внутренние органы. Форма нейросифилиса, головной и спинной мозг вызывают паралич и безумие. Лечили такое сильными ядами. Начиная с 16 века сначала идет ртуть. В 19 веке добавился йод. А в 20-х годах добавился еще и висмут. Исследователь приводит и выдержки из дневника врачей Ленина, где описано, что именно эти препараты вводили пациенту. В начале болезни наступило весьма существенное улучшение. Вторая попытка в марте 1923 года применить ртутное лечение и бисмугеналом не удалась, так как у Владимира Ильича обнаружилась идиосинкразия на ртуть. Указан на период, когда Владимир Ильич мог заразиться стыдной болезнью, как ее тогда называли. Болел длительный период времени. Это не два года. Это не два, даже, может быть, десятилетия. По моим понятиям, значит, Ульянов заболел в самарском периоде, в 1892-1893 годах. Все это и сейчас звучит как сенсация. В 20-е годы не могло быть и речи о подобном диагнозе. Внезапная смерть Ленина в усадьбе в Горках застала его соратников врасплох. В политбюро всю ночь думали, как сообщить народу, какую причину смерти назвать. Тело запретили вывозить в морг. Вскрытие проходило в усадьбе на втором этаже. Это ванная комната. Интересная особенность этого события в том, что это единственное вскрытие тела руководителя СССР, которое проходило не на территории медицинского учреждения или больницы. Консилиум врачей констатирует, убило Ленина обширное кровоизлияние в мозг. Сосуды 53-летнего пациента в ужасном состоянии. Звенят при ударе по ним пинцетом. Такое бывает при атеросклерозе. На следственном заболевании таким страдал отец Ульянова. Он умер от инсульта примерно в том же возрасте, что и Ленин. Отмечается уплотнение стенок сосудов и их обезвисление, кальцификация. И даже в описании вскрытия сравниваются вот эти сосуды с какими-то окаменелостями. В экстренном выпуске «Правды» и «Известий» наутро после смерти Владимира Ильича короткая выдержка из протокола вскрытия со странным диагнозом. Основой болезни умершего является распространенный артериосклероз сосудов на почве преждевременного их изнашивания. И в конце длинное иностранное слово. «Обнутсунг склероза», что переводится с немецкого на русский, кстати, врачи не используют немецкие термины, русские, ни сегодня, ни тогда, это обозначает склероз от износа, что предполагает, что Ленин много работал, и, соответственно, и сосуды износились. Владимир Ильич и правда себя не щадил, трудился на износ. Спал 3-4 часа в сутки, не дольше, и редко когда работал менее 10 часов. Только такой человек мог совершить мировую революцию. Идет гражданская война, надо что-то решать с Германией, с репарациями. Враг был многолик, то есть речь шла о противостоянии не только красных и белых, но еще и об интервенции, о внутренних политических оппонентах. Одна из пуль попала в руку, и здесь вы видите вот этот красный крест. А вот этот крест на спине, он показывает место самого серьезного ранения. Пуля попала в спину, прошла сквозь верхушку легкого, вызвав кровоизлияние в плевру, и она остановилась в шее над ключицей в нескольких миллиметрах от жизненно важных кровеносных сосудов. То есть действительно Ленин был на грани жизни и смерти. А пули, оказывается, были еще и отравлены. Удивительно, но этот миф запустил сам нарком здравоохранения, врач Николай Семашко. Его обращение к прессе печатали в газетах. Владимир Ильич корчился в судорогах, скрежетал зубами от боли. Оказывается, что это было от отравления ядом курары, которым индейцы мажут свои стрелы, чтобы бить слонов. Одна пуля так и останется в плече Владимира Ильича. Вторую, застрявшую около сонной артерии, извлекут лишь незадолго до его смерти. Но это никак не поможет. Но версия с отравленными пулями пойдет не только в народ. Ее даже включат в большую советскую энциклопедию. Отравленная стрела – это одно, отравленная пуля – это другое. Пуля вылетает с большой скорости, нагревается до большой температуры, что большую часть растительных ядов разрушит. СССРовские пули не сломили волю вождя народов. Через три недели на ногах. Вот только добрый ленинский прищур уже не таков. С вождем что-то не так. Бессонница, головокружение, раздражительность. В кабинете у Ленина четыре телефона. Для связи с Москвой. Внутренний телефон для связи с Кремлем. И там еще два телефона для связи с Петроградом и с горками. Ленина мучают сильные головные боли. И в таком состоянии у человека раздражают многие вещи. Но в том числе и резкие звонки телефонные. И поэтому звонок был заменен на такую лампочку. 1922 год, конечно, оказался для него очень интенсивным. Очень непростым месяцем для него оказался май. Потому что тогда у него случился первый инсульт, который он как будто бы не заметил. И вот кульминация наступает 12 декабря 1922 года. За две с половиной недели до создания Союза Советских Социалистических Республик. Он покинул это помещение, то есть свой кабинет рабочий, в четверть девятого вечера по московскому времени. Он не знал, что пройдет всего лишь несколько часов, и он окажется неработоспособным человеком. Утром 13 декабря 1922 года его сразит, можно сказать, наповал второй инсульт. Бывшая усадьба вдовы Саввы Морозова в Горках, в 40 километрах от Москвы, станет его последним пристанищем. Владимир Ильич Ульянов в этот день говорит, рука повисла, как плеть, а нога шлепнулась об пол. Придумал каламбур. Когда министр или нарком абсолютно гарантированы от падений? Когда он сидит в кресле. Смеется, но смех производит впечатление, как смех сквозь слезы. Сел на кушетку, снова начался припадок. Сталин навещал Ленина по нескольку раз в неделю. Приказал врачам беречь вождя, изолировать от всех тел и новостей. Запретил читать и писать. Их отношения здорово испортились. Вероятно, Владимир Ильич сам надиктовал Крупской в своем политическом завещании под названием письма к съезду такие строки. Сталин слишком груб. И этот недостаток становится нетерпимым в должности генсека. Поэтому я предлагаю товарищам обдумать способ перемещения Сталина с этого места и назначить на это место другого человека. В итоге Иосиф Сталин конкурент Ленина во власти и убил вождя революции. Это версия Льва Троцкого. Он озвучил ее американскому журналу, скрываясь от возмездия бывших соратников в США. В феврале 1923 года Сталин на собрании членов политбюро Зиновьева, Каменева и автора этих строк сообщил, что Ильич вызвал его неожиданно к себе и потребовал доставить ему яду. Передал ли Сталин Ленину яд или же прибегнул к более прямым мерам, этого я не знаю. Но я твердо знаю, что Сталин не мог пассивно выжидать. Через 10 дней после публикации статьи в журнале «Либерти» Троцкий был убит. До сих пор его версия для кого-то рабочая. Геронтулок Валерий Новоселов версию ядов тоже поддерживает, но других – мышьяка, ртути, йода и висмута, которыми лечили Ленина от сифилиса. По его версии, организм лечение не перенес. Болезнь зашла слишком далеко. Это исправительный процесс, который приводил к таким изменениям сосудов, которые были более непроходимы, более, чем при атеросклерозе. При атеросклерозе – это всегда бляшки, которые сливаются, но видно ограниченность процессов. А здесь шнуроподобные изменения. То есть сосуд изменен на всем протяжении, нет проходимости. Самый большой интерес в клиническом случае Владимира Ильича Ленина составляет не его смерть, не его диагноз, а как раз вот та самая способность к быстрой перестройке мозга, которая была у Ленина, судя по всему, действительно уникальной, редко встречающейся. Так обычно при инсультах и при других патологиях, которые поражают часть мозга, не бывает. Мозг Владимира Ильянова Ленина сразу после его смерти извлекли, поделили на 30 тысяч микросрезов и отправили на изучение. Так в России появилась сначала лаборатория, а потом на ее основе Институт мозга Академии медицинских наук. По мнению врачей, подробное генетическое исследование ленинского мозга современными методами даст точный ответ не только об истинной причине его смерти, но и о его удивительной способности жить. Так что строки Маяковского и через сто лет читаются так, как будто вчера написаны. Городка и до последних мгновений нам известна жизнь Ульянова. Но долгую жизнь товарища Ленина надо писать и описывать заново. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok